Возлюбленные христиане, что бы ни случалось в мире, наступает время большой молитвы. Если бы сейчас была кругом тишь, спокойствие, полный штиль, наступало бы время большой молитвы. Потому что мы вступаем уже в Месопуст, а там дальше Сырное и Святой Великий Пост, в которой есть война духовная. И кто не хочет вести духовную войну, тот готовится в мирские беды. Поэтому мы в любом раскладе, мы бы звали вас на бой, и на войну, и на бодрость, на трезвенность ума, на уменьшение удовольствий, на постоянные молитвы Богу, чтение псалтири и прочее, прочее. Тем более нас подвигает к этому сегодняшняя обстановка, о которой подробно рассказывать нет смысла, ибо все вы и так хорошо, каждый в свою меру информированы. Евангелие должно ожить. В обычные времена Евангелие читается как хороший текст, красиво сказано. Но как-то оно может ходить мимо ушей, мимо сердца. Но настоящие времена, а мы проживаем с вами самые настоящие времена, что есть такое, так сказать, пошлое, такое механическое время. Секунды отсчитываются, минуты набегают, время течет, ничего не изменяется. Есть плотные времена. Значит, есть хронос по-гречески, это просто время, хронометраж. А есть кайрос, это времена, времена и сроки. Мы вступили в плотные времена. Слава Богу за все. Надо быть христианином. Надо быть русским христианином. Надо быть патриотом своей страны, молящимся человеком. Слава Богу за все. Ну, взбодрит многих. А то, что к ногам прилипло, оно тут же запахнет и будет видно, кто есть кто. Слава Богу за все. Еще раз увидим. Как будто бы мы не знали. Ну, мы просто еще раз увидим. И подтвердим себе это. Евангелие нам не обещает рая на земле. Говорит, услышите брани и слышание брани. И сие начало болезни. Ну, пока ты живешь в мире, как бы не слышишь ни брани, не слышание брани. Брань это война. Услышите о войне и о приближении еще войны. Пожалуйста. А что вы думали? Евангелие даром написано? Даром проповедуется? А еще обещаны землетрясения и трусы по местам, и глады, и пагубы. И сия вся начало болезни. Поэтому, христиане, покажите свои собственные совести, что вы христиане. Относитесь к этому всему, кой евангельский. Потому что мы из Хроноса вошли в Кайрос. Из времен пошленьких, когда можно ля-ля, ля-ля, там буль-буль, буль-буль. Поели, попили, поспали, походили, поболтали, позвонили, попереписывались. Вошли во времена серьезные. Значит, мы сейчас только что пропели Ирмос 4 канона заупокойного. «Христос моя сила, Бог и Господь». Честная церковь боголепно поет взывающе. От смысла чисто, а Господи празднующий. Христианин – это человек с чистым смыслом. И церковь поет Христу. «Христос моя сила, Бог и Господь». Забыли – он напомнится. Если мы забываем это, он нам сам об этом напоминает. «Слава Христу Царю». Христос не просто агнец, берущий грехи мира. Христос не просто пастырь, который берет на плечи заблудшую овечку. Христос являет нам в том числе в Писании святом себя. И как победно скачущий на белом коне, у которого на бедре написано имя, Слово Божие. «Который забрызган кровью врагов и который иссякает головы ненавистных. Который поражает клеветника и духом уст убьет нечестивого». Христос – воин, Христос – царь царей и великий архиерей. И мы в спокойные и сытые времена об этом забываем. Мы придумали себе доброго Иисусика. Иисус – грозный царь. И вот иногда это даже видно на политических и мировых событиях. А что же будет в страшный суд? А что тогда будет, когда мертвые поднимутся из гробов, когда земля рот откроет и отдаст всех, кого она съела, когда мертвые будут одеваться кость к кости, как у языки Иля, одеваться жилами, плотью, когда мертвецы поднимутся и живые изменятся, и мы увидим Иисуса Христа. Вот это будет ужас. Поэтому нужно относиться ко всему по-евангельски. Покойникам Царство Небесное, нам всем бодрости, потому что Евангелие говорит, когда увидите все это случающееся, распрямитесь, ибо приблизилось избавление ваше. Слышите, что говорит Евангелие об этих днях? Когда увидите все это случающееся, расправьте плечи. Приблизилось избавление ваше. Вот что приблизилось. Действительно, слава Богу за все. Любимая молитва Златоустого. Кому, кому, а Серафим Саровский сказал, а нам унывать нет места. Христос воскресе, радость моя. Поэтому, братья и сестры, Христос воскресе! Аминь! Аминь! И в этих двух словах вся истина мира. С миром по домам, я уж думаю, что вы теперь не нужно вас приглашать на все ночные, правда? Уговаривать вас на все ночные ходить. Ну, пожалуйста, придите. Ну, что же вы пропускаете все ночные? Ну, там это сад. Я думаю, что вы сейчас начнете ходить усерднее. Вам нужно вас убеждать о том, что значит такое? Не надо смотреть Галкина с Пугачевой. Перестаньте уже, в конце концов, комедий-клабами увлекаться. Слепакова слушать, значит, такого, там еще каких-то этих всех. Не то это дело. Не для жизни оно. Надо теперь это все доказывать, рассказывать. Нет, не надо, все понятно и так. Поэтому на все ночные ходить надо. Писание читать надо. Паблики свои и аккаунты превратите в православные паблики аккаунты. Хватит трепаться друг с другом о ерундах. Хватит перепощивать. А я такой тортик спекла. А я вот такого котенка погладила. Хватит, хватит. Это не православный телефон. Православный телефон содержит в себе контент православного. Это должно быть в ваших гаджетах. Все вычистить нафиг все. Все мусор весь. Все эту либеросню вычистить. Если вы... Есть телефон, пусть он будет автоматом. Во славу Иисуса Христа. Против всякого видимого и невидимого врага. Ну а что вы, шутить собираетесь? Доколе вы будете шутить? Доколе мы будем пластаться перед вами, умоляя вас, за ручки ножки хватать? Да начните же вы молиться в конце концов. Да перестаньте вы сюсюкать. О том, что я там молочка попила в среду. Забудьте мелочи. Будьте серьезны. То, что мы разбивали лоб об стенку, доказывая годами, вам Бог докажет в секунду. Ну все, наша работа закончилась. Работает Господь. Будьте христианами. Еще раз. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!